МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор новостей Аксусский завод феросплавов. Один из крупнейших производителей и поставщиков феросплавов в мире. Павлодаре массово проходит экологическая акция ТАЗА Казахстан. К ней присоединились сотни волонтеров из различных организаций, общественники и неравноношные к состоянию окружающей среды жители города. В том числе и Азамат Айтхалин. Акция ТАЗА Казахстан Республиканская. Начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территории населенных пунктов поручил глава государства. Павлодарцы одни из первых поддержали инициативу. Уже не первую неделю по всему региону проходят субботники и экологические марафоны. Здесь, к примеру, во дворе домов 96-5 и 93-1 по улице Павлова высаживают деревья. Мы обучаем волонтеров, привлекаем обычных людей к волонтерству именно в экосреде. Обучение культуре экологической, привлечение масс к этим инициативам. И в целом это озеленение, очистка рек, гор и в целом улучшение экосреды в нашем Казахстане. С такой прекрасной экологической акцией мы сегодня вышли для того, чтобы посадить 40 деревьев в шести дворах. Это саженцы берез. В последующем жильцы уже будут осуществлять уход за данными насаждениями. Акция «Таза Казахстан» будет продолжаться на протяжении месяца. Принять участие может любой желающий. Азамат Айтхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». А вот задачу привить аксусцам любовь к природе компания «Ирджи» взяла на себя. Сегодня на территории нового парка высадили 100 кустарников сиреней и 40 сосен. Свой вклад внес и наш корреспондент. В Аксу экологические акции – это старая добрая традиция. Зелеными насаждениями украшают не только центральные улицы. Это весной первый в списке новый парк в одном из микрорайонов. Но пока в нем нет ни одного деревца. Выбрали саженцы сосен и сиреней. Я приехала из города Аксус сюда, потому что хотела бы сохранить нашу природу. Поэтому я участвую в этой акции. И также очень надеюсь, что в будущем в этом парке будут гулять наши... Мы и наши потомки, да, так скажем. И будем восхищаться нашими этими елочками. И говорить всегда, что вот мы это сделали. Открытие парка запланировали к 1 мая. Последний этап – посадка деревьев. Как раз совпал с тематической неделей экологической акции «Таза Казахстан». К слову, помимо школьников, участие в посадке деревьев приняли пенсионеры и представители этнокультурных объединений. Планировалось, да, что-то сделать для досуга людей, которые здесь проживают. Ну вот, вот это как раз замечательно, то, что открыли этот парк, что построили, да. То есть людям будет где собираться, отдохнуть. Не будем говорить, что мы все так планировали. Это все должно быть всегда. Всегда. Не то, что в честь какой-то недели, да, что-то подстраиваться. Это должно быть всегда. Это должно быть в порядке вещей. Обыденно, да. Каждый человек, пусть мужчина, женщина, должен посадить дерево. Стоит отметить, чистота и экология в Аксу на особом контроле. Кроме озеленения, коммунальщики активно занимаются благоустройством и уборкой моногорода. Асиля Скирбекова, Александр Колесников, телекомпании «Ирбис». В Павлодаре модернизировали три самых проблемных детских сада. А в регионе с прошлого года по поручению Акима области реализуют проект по комплексному капитальному ремонту дошкольных учреждений. После реновации их проинспектировал Асаин Байханов. Пообщался с малышами и наш корреспондент. Заниматься в обновленном спортзале сегодня для воспитанников дошкольной гимназии 42 – настоящее удовольствие. Ее посещают 240 малышей. Все они познавать мир и развивать свои творческие способности теперь будут в максимально комфортных условиях. После реновации их детский сад преобразился. А вместе с ним еще два – номер 5 и 82. Во всех полностью обновили внутреннюю и внешнюю отделку мебель, инженерные коммуникации, бассейны, благоустроили прилегающие территории. Капитальные ремонты начали прошлым летом и завершили за полгода. Много было жалоб со стороны родительской общественности. Кроме этого, детский сад, например, 82 – 50 лет этому детскому саду. То есть эти детские сады были выбраны по наихудшей стороне, так скажем, оконных блоков. Проблемы были, к примеру, в этом детском саду, в детском саду номер 5. Были проблемы по кровли, по системе отопления. На капитальный ремонт каждого дошкольного учреждения было затрачено более 400 миллионов тенге. Между тем, модернизацию детских садов в Павлодаре продолжат и в этом году. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию для 16-го и 50-го. Создавать лучшие условия для воспитания малышей – это вклад в будущее, подчеркнул Аким области. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Обнаглевшие мошенники пытались обмануть 85-летнюю жительницу Павлодара. Они предложили женщине отремонтировать окна. Это, а также другие обсуждаемые темы дня в нашем обзоре. Я только напомню о том, что подписавшись на аккаунты телекомпании «Ирбис», вы всегда будете первыми в курсе всего происходящего. Мужчины наведались к Павлодарке с предложением отремонтировать окна. За свои услуги попросили 1 миллион тенге. Такой суммы у женщины не оказалось, поэтому она обратилась к своему зятю, а тот вызвал полицейских. При составлении липового договора мошенников задержали и доставили в полицию. Котет, что ли? Сумма, космос! Что за окна там? Незаконную охранную деятельность осуществляли в 12 увеселительных заведениях Павлодара сотрудники нелегального агентства. Всех их доставили в полицию, передает «ребис-тв.кз». Компания набирала в свои ряды молодых парней из числа «маргинальной молодежи», спортивно подготовленных, не имеющих квалификационные требования. Трудовые договора с ними не заключались. Узаконить надо, и пусть работают без этих охранников. Будет бардак. Коммунальщики вывозят мусор со дворов после субботника, спрашивает главный аккаунт региона в инстаграм «ирбис.тв». «ирбис.тв» у своих подписчиков, и вот что пишут люди. Калмункана и Сабай 63 и 61 уже неделю стоят. Ждем-с. Нет. После короткой рекламы мы вернемся в студию, и вот что вас ждет далее в программе. Спортивная инфраструктура. Новый футбольный стадион собираются возвести в Павлодаре. Экологи бьют тревогу. Павлодарская область задыхается от мусора. А Елена Белоградова расскажет, сколько медалей завоевали боксеры из Павлодара. Плюс к этому специальный информационный блог. Дождитесь. Скоро продолжим. Астана Вижн. Лидер офтальмологии Казахстана. Почему? Потому что применяет самые передовые и инновационные методики лечения. Имеет самую широкую сеть клиник и самые значительные объемы хирургии. Высококвалифицированные врачи-офтальмологи знают о глазах все. Проводят диагностику для взрослых и детей. Оперативное лечение катаракты и глоукомы. Лазерную коррекцию зрения на лучшем оборудовании. Амбулаторную хирургию и многое другое. Получить медицинские услуги в клиниках Астана Вижн можно по ОСМС. Астана Вижн. Выбор пациентов, основанный на доверии к профессионалам. Автосервис «Экспресс» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров. Российского, корейского, китайского, европейского и японского производителей. Выполнит кузовные работы, покраску кузова, сварочные работы, работы выхлопной системы, компьютерную диагностику, ремонт ходовой части, ремонт двигателей, мелкосрочный ремонт, промывка оттопителей печек, проверит геометрию колес, регулировку развал схождения, проведет шиномонтаж и балансировку колес. Автосервис приглашает сотрудничать организации на договорной основе. Адрес улица Малая Объездная 4-5. Контактные телефоны 8771-425-70-02 и 8771-475-70-02. Новый футбольный стадион на 14 тысяч мест собираются возвести в Павлодаре. Об этом сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Павлодарской области. Также чиновник объяснил, почему другие крупные объекты для населения превратились в долгострой. В управлении физической культуры и спорта Павлодарской области с мнением горожан согласны. Центральный футбольный стадион действительно устарел и морально, и физически. Северная трибуна, по мнению чиновников, и вовсе непригодна для зрителей. Вопрос о строительстве нового объекта назрел давно. В планах он есть, заверили специалисты. Ведь не гоже в свое время лучшей команде страны играть на полуразрушенной арене. Определяется местоположение. И определяется, сначала нужно сделать проект, проектно-саментную документацию с соответствующей экспертизой. Планируется от 10 до 14 тысяч. Ну, пока этот проект пока еще в работе. Самого проектно-саментной документации нет. Чтобы мы конкретно говорили о количестве посадочных мест. Также рассказали о судьбе одного из главных долгостроев региона – ледовой арены в Аксу. Строить объект начали еще в 2021 году, а завершить работы планировали весной 2022. Но, как сообщили чиновники, готово здание на 60%. Подрядчикам еще не заказано холодильное оборудование и машина для заливки льда. А это может сказаться на сроках сдачи проекта. Артем Буланов, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Теперь экономические новости. Ведущая рубрики Александра Петрова, она уже в студии. Саш, приветствую тебя. Какой продукт самый любимый у казахстанцев? Привет, Владимир. Я думаю, ответ очевиден. Мясо? Здравствуйте. По данным Бюро национальной статистики, самые большие расходы при покупке продуктов питания приходятся на мясо и мясопродукты – 17%. Хлеб и крупяные изделия съедают 8% доходов. Мясо, судя по статистике, очень любят в Атыраусской, Акмолинской и Жит-Исусской областях. А менее всего оно пользуется спросом в Шимкенте. При этом рыбы и морепродуктов казахстанцы в целом стали потреблять меньше. Мужчины, внимание, в Глазман поступили новинки. Пиджак и брюки из льна – это не только модный, но и удобный выбор для лета. Они подчеркнут ваш стиль, а еще помогут телу сохранять прохладу и комфорт в жаркие дни. Пиджак из лаксы можно купить по отдельности, а не только комплектом, что очень удобно. Приходите по адресу улица Академика Сатпаева, 130, торговый дом Сити-Центр, второй этаж. Бутик работает с 10 утра до 8 вечера. Будьте всегда на стиле вместе с Глазман. Лучше всего о ваших чувствах расскажут цветы. Оформить их в красивый букет помогут в салоне Комплимент. Он работает без перерыва и выходных с 9 утра до 9 вечера по адресу улица Тарайгырова, 109. Также действует доставка, поэтому подарить любимым яркие эмоции можно с 7 утра до часу ночи. А сделать все лучшим образом. Вам помогут продавцы-консультанты. Праздник – это прежде всего атмосфера. Создать ее вам помогут в агентстве Эйрпати. Гелевые шары, фотозоны, живые цветы, аниматоры для любого повода. К каждому клиенту индивидуальный подход. А по особым случаям, таким как выписка из роддома, карканан, шигару или годик ребенку – приятные подарки. Мири и той каждый день по адресу улица Камзина, 74. Павлодарцы, встречайте «Ретро-квартирник 2.0» с оркестром «Тарси». В обновленной программе легендарные хиты Майкла Джексона, «Моден Токинг», «Бонни М», «Шер», «Адель», «Эл Пи», а также песни наших соотечественников. Батырхана Шукенова и группы «Джейси Эс». Культовые композиции исполнят финалисты конкурса «Жас Канат», «Анель Исина» и «Алибек Саликов». Гости вечера – алматинская трибьют-группа «Пульс Кино» подготовила лучшие хиты Виктора Цоя. Не пропустите лучший симфонический концерт года по версии «Тикитон Кейзет». 27 апреля в 20.00 в городском дворце культуры имени Естая. И в завершении курс валют. В Павлодаре доллар стоит в 445 тенге 90 тенг, евро 478 тенге, рубль 4 тенге 85 тенг. И у меня на этом все. Владимир. Благодарю. Продолжаем. Павлодарская область задыхается от мусора. Экологи бьют тревогу. В прошлом году в регионе выявили более 150 стихийных свалок. Работа по их ликвидации продолжается по сей день. Какие штрафы грозят нарушителям узнала Осилия Скирбекова. На сегодняшний день в Павлодарской области ликвидировали 96% стихийных свалок из 167, которые обнаружили в прошлом году. Эксперты переживают. Горы мусора уже видно даже из космоса, а жители все еще не понимают масштабы экологической проблемы. Так, выявление несанкционированных мест размещения отходов осуществляется путем выездных рейдов, а также путем космоснивки. Хотелось бы обратиться к жителям региона по недопущению вывоза и размещения твердых бытовых и строительных отходов в несанкционированных местах. Экологи говорят, проблема с бытовыми отходами в регионе серьезная. Тем временем у стражей порядка есть решение выявлять и наказывать грязнуль. Отметим, что административная ответственность предусматривается статьями 344 и 505 Кодекса Республики Административных правонарушений. Штраф на физические лица составляет от 20 до 50 МРП, на юридические лица от 30 до 200 МРП. Во дворах и на улицах Павлодара ситуация не намного лучше. Эксперты призывают жителей выносить мусор в специально отведенные места и не устраивать стихийные свалки посреди города. Также можно сделать вклад в поддержание чистоты родного края, выйдя на субботник. Оселия Скирбекова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Отремонтировать заброшенное футбольное поле во дворах домов по улице Щедрина хотят местные жители и просят чиновников поднять грунт и облагородить территорию. Обращение записали на камеру телефона, прислали в нашу постоянную рубрику. А все подробности и другие ролики прямо сейчас в мобильном приложении. Давайте смотреть. Район Украинская 101, Щедрина 30, Дробь 2, Щедрина 30, Минина 42. Имеется вот такое вот футбольное поле для деток. У нас подросткам негде играть в футбол. Пожалуйста, помогите отремонтировать, засыпать, поднять грунт, чтобы детки играли в футбол здесь. Они играют на детской площадке, там, где маленьким деткам построили горки. Пожалуйста, помогите нам отремонтировать футбольное поле для подростков. Назарбаева 291. Все красиво, все хорошо, да, сетку натянули, но, блин, качество, где качество. Смотрите, что творится. Надо вызывать сюда Акима города, подрядчиков, спорткомитет, всех вызывать сюда надо. И показывать. Надо какое-то решение принимать, но так не пойдет. Надо здесь это все развалится уже. Кто не уступает, пожалуйста, нам положите лежачего полицейского. Смотрите, пешеходный. Во-первых, его не видно, пешеходный переход. Знак стоит. Мало кто останавливается. Пожалуйста, нам положите лежачего полицейского. Рядом школа, рядом детский сад. Все на работу идут. Такая центральная улица, и нету лежачего полицейского. Пожалуйста, отреагируйте на мою жалобу. Это третий подъезд. Купина 150, друг, два. Такие пешки, плит огромные. Непонятно, от чего они. Где они взяли эти плиты. В грядках, хлинбах. Чтобы люди не подумали, что мы придумываем такие капризнички. Что у нас тут камни, мы не можем вкопаться. Потому что мы видели тоже, что это не придумано все-таки. Что по реальности это действительно было невозможно. Ксатпаева, 25. Во дворе шлагбаум проехать нельзя. Обратите внимание. Ксатпаева, 25. Во дворе шлагбаум. Куда обращаться, если вы обнаружили на фасаде вашего дома подозрительные граффити? Об этом расскажет Алина Темиргалеева в нашей традиционной рубрике «Коммунальная сводка». Спонсор коммунальной сводки. Клиника РЖД Медицина. Города Барнаул. Здравствуйте. Прогуливаясь по городу, иногда можно заметить на стенах жилых домов странные надписи-ссылки. Они мало того, что портят фасад здания, так еще и притягивают подозрительных лиц. От творений неизвестных художников избавиться легко. Достаточно сообщить об их местонахождении в службу 102 или по телефону доверия 39 10 38. Еще один вариант – анонимно обратиться в Телеграм-бот полиции. А сейчас информация о плановых отключениях на 26 апреля. В пятницу с 9 утра до 5 вечера без электричества останутся жители Хромзавода и Лесозавода. В компании Монополиста объяснили, света не будет из-за ремонта воздушных линий электропередач. А я хочу напомнить, если у вас проблемы со светом, водой или с обслуживающей организацией дома приглашайте коммунальную сводку по номерам, указанным на экране. Наши корреспонденты приедут и расскажут о вашей ситуации в эфире новостей телекомпании «Ирбис». На этом я прощаюсь. Тепла и уюта вашему дому. Спонсор коммунальной сводки. Клиника РЖД Медицина. Города Барнаул. Избавьтесь от ракопростаты без операции и химиотерапии в клинике РЖД Медицина. Современная методика Хайфу обеспечивает высокую эффективность, безопасность для организма и более быстрый период реабилитации. Возможность проходить лечение в комфортной одноместной палате. Для жителей Казахстана доступна бесплатная онлайн-консультация. Звоните. Плюс семь. Тридцать восемь. Пятьдесят два. Пятьдесят шесть. Ноль один. Сорок шесть. Или отсканируйте QR-код, чтобы написать на WhatsApp доктору. Терапия для заключенных. Шиншилу, Харьков, Хомяков и Попугаев привезли в исправительное учреждение Павлодара. Контактный зоопарк, как особый вид поддержки для арестантов. Психологи уверены, в местах лишения свободы люди особенно нуждаются в положительных эмоциях. Умилился зверькам и наш корреспондент. Такого ажиотажа в исправительном учреждении давно не было. Животные приковали внимание и умилили даже, казалось бы, самых черствых осужденных. На лицах улыбки, без малейшей попытки скрыть радость от общения со зверушками. Столько положительных эмоций в колонии еще не было. Очень эмоционально действуют на психику осужденных. Во-первых, получают они разряд удовольствия, снижается нервное напряжение. Вы знаете, где мы находимся. Так что это очень, очень хорошая акция. В колонию привезли 15 видов животных и птиц из села Павлодарская. Шельшила, змеи, сова, попугаи, крысы и хомяки. Представители контактного зоопарка рассказали про происхождение, питание и место обитания каждого вида. Осужденные смогли поддержать и поиграть с ними. Когда контактируют с животными, они начинают немножко впадать в детство, вспоминать дом близких. И у них начинается повышаться жизненный тонус. Они начинают вспоминать о доме и думать об освобождении. А также положительно очень действуют на их эмоциональное состояние. Подобные акции в колонии редкость, но организаторы надеются повторить. Планируют в следующий раз привезти заключенным пауков. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Абсолютным победителем турнира по стритворкауту стал спортсмен из АКСУ. Любители уличного фитнеса собрались в Астане. Там, кстати, разыграли медали республиканских соревнований. Ко мне в студии присоединилась ведущая спортивных новостей Елена Белоградова. У нее, как всегда, все подробности. Лена, называй имя победителей. Привет! Приветствую тебя, Владимир. Значит, чемпионом стал Айзар Бердибаев. Он показал свою силу и ловкость в упражнении на турнике. Представитель АКСУ подтянулся 50 раз. Молодец. А далее о спорте. Все самое интересное не пропустите. Казахстанский бренд «Балауса Джеверли». Дополните свой образ эффектными украшениями ручной работы. Стильные серьги и кольца в национальном стиле. Нежные подвески. Элегантные браслеты для него и для нее. Подчеркните свою индивидуальность вместе с брендом «Балауса». Торговый дом «Квазар», улица Истая, 81, второй этаж, 305А. А также в городе Аксу. Торговый центр «Аксумол», улица Ленина, 24, дробь 1. Автор, ведущий, дизайнер, очень хороший человек сегодня у нас в студии. Евгений Лежнин. Добрый вечер тебе. Привет, привет. Добрый вечер. Рад приветствовать. Красивая доска вы про тебя? Да, мне понравилось. Мне так еще не представляли. Проект все-таки без чешуи. Скажи мне, пожалуйста, во-первых, название, по-моему, гениальное, во-вторых, с чего вдруг свое хобби решил в телепродукт превратить? Да, название, конечно, оно еще и уникальное. У меня двое сыновей, и без чешуи я считаю, что это вот, наверное, мой третий ребенок такой, к которому я прям, ну вот, с любовью максимально подхожу к этому и процессу, и мне это нравится, этот процесс. Просто сделал ты этого ребенка другим способом. Да. Гитара еще зачем? Пускай постоит побледневшие листья окна, зарастают прозрачной ее водой. Скажи мне, пожалуйста, по секрету, рыбаки вруны? Ну да. Ну да. Приврино, пожалуйста. Вот такой глаз был, да? Да, да, да. Ну и рассказывай сам, твоя большая рыба, которую ты поймал. В проекте без чешуи там были большие. Ну, щука, килограмм где-то 45, вот, 48. Руководитель твоего подразделения Варенев Павел Владимирович, вот он там. Привет. Как считаешь, кому больше повезло, ему с тобой, тебе с ним? Ему? Со мной. Кстати, я же являюсь режиссером одной из ваших программ. Там же программа, интересно знать, вот режиссер моей программы. В общем, все, что вам там есть и мне нравится, знаете, я не виноват. Это вот все к нему. Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни, полетели. Проект «Откровение» и я на телеканале Ирбис. Смотрите первыми, читайте лучшее. Ой, наоборот, да, смотрите лучшее, читайте первыми. Вот, и в обратной тоже хорошо. Впервые в истории континентальной хоккейной лиги три воспитанника отечественного хоккея стали обладателями главного трофея. Чемпионского успеха добились лидеры национальной сборной в составе магнитогорского металлурга. Они победили сильнейшие клубы Европы. В четвертом матче серии в рамках финала магнитогорский металлург обыграл ярославский локомотив со счетом 2-1 и стал чемпионом КХЛ. В составе магнитки выступают три игрока сборной Казахстана. Защитник Валерий Орехов, нападающий Никита Михайлис и Максим Мухаметов, который рассказал нам о том, что мечтал остаться в Борисе. На самом деле я всегда мечтал играть в Борисе, но слава богу, что получилось так, как получилось. Я очень счастлив защищать цвета металлурга. Лидер сборной Казахстана Никита Михайлис был задействован в 64 играх регулярного чемпионата КХЛ и записал в свой актив 38 результативных баллов. Спортсмен еще не утратил мечты о главной лиге мира НХЛ. Уже в ближайшие дни все трое спортсменов присоединятся к национальной сборной Казахстана в Астане. Главная команда начала подготовку к первенству мира в Чехии. Шесть медалей завоевали боксеры из Павлодара на международном турнире. 223 спортсмена из нашей страны, а также Узбекистана и Таджикистана выясняли отношения на ринге в Караганде. В составе команды отличился Адиль Касымов. Он обладатель золота в легкой весовой категории. Серебро у Мухаммедолит Туриханова. В финале Павлодарец уступил судейским решением. Бронзовыми призерами стали Алишеру Сухан, Бейбары Стокбулат, Тимур Тухмухамбет и Мухаммедоли Джанаргалиев. Тем временем Иртыш поднялся в таблице первенства второй лиги. После третьего тура в активе наших футболистов поражение и две победы, одну из которых Павлодарцы одержали в столице. 5-0 итог матча. А феерить гости начали с первых минут на 16-е. Зад Кульжанов вывел Павлодарца вперед. Далее за дело взялись нападающие Смаилов и Муралинов. Арман оформил дубль до перерыва, а Амир во втором тайме. Резервисты Жениса капитулировали в Сухую. То, что забили молодцы, но если до конца откровенно, Арман еще не набрал свою полную форму. Он уже близко к ней, но еще пока не в оптимальных кондициях и на 90 минут его еще не хватает. Мы ждем и уверены, что он еще добавит. Тот же Амир, да, он весь подготовительный этап с нами пропустил и уже присоединился непосредственно перед первенством сам, ну, как благодарно Аксу. Яркая победа над резервистами Жениса немного скрасила неудачный вояж в столицу. Во втором туре Павлодарцы тоже гостили в Астане. Играли против дублеров СД Фэмили и потерпели поражение с минимальным счетом. Безусловно, мы не добрали своих очков, и мы это признаем. И попытались исправить эту ошибку. Ну, каждый имеет право над ошибку, да. Я думаю, ну, это очень сложно весь сезон пройти без поражения. Надеюсь, что эту осечку, которую мы допустили, она будет, ну, в начале ее. Я рад, что мы сделали правильные выводы. Следующий матч «Артыш» сыграет дома. В гости ждут молодежный состав ЖТСУ. Состоится поединок 1 мая. Лучшие городские, а также сельские команды повели борьбу за медали весеннего турнира по футболу. Соревнования «Болгары ДОП» для некоторых ребят – первая ступенька в большой спорт. У школьников Павлодара настоящий праздник. А все почему? Да потому что стартовал их любимый футбольный турнир «Болгары ДОП». Играют на школьном стадионе, количество команд рекордное. Да и погода. Все сопутствует красивой игре. Ребята учатся в пятых-шестых классах, но играют как настоящие мастера. Таких точно надо брать в ведущие футбольные клубы региона. Чтобы показали, что такое азарт и желание. С прошлого сезона чемпионат носит новое название – школьная лига. Но от этого качество игры не ухудшилось. Турнир только стартовал. Кто завоюет кубок, не берутся сказать даже эксперты. Хочу сказать, что есть, даже выделить никого пока не хочу, потому что как первые два дня мы только отыграли. Но есть команды, конечно, которые показывают хороший футбол. То есть и подгруппы сильные. И ребята, видно, занимаются. Да, уже не первый год нашим любимым видом спорта футбола. Отлично смотрятся сельские команды. У каждого участника есть мечта – попасть в сборную страны. 32 команды разделены на 8 групп. Матчи проводятся на стадионах школ номер 24 и 19. Гроссмейстер из Павлодара – бронзовый призер грандиозного азиатского турнира. В этом году шахматный клуб «Бангкок» провел соревнования уже в 21 раз. Состав получился впечатляющим. 227 участников из 36 стран. В Таиланде и Казахстан представили 8 интеллектуалов. Лучший результат – 7 очков у Дениса Махнева. Наш гроссмейстер потерпел два поражения. Проиграл лишь победителям. Первое и второе место поделили Виталий Бернацкий из Украины. И Гуха Митропхе из команды Индии. А павлодарские школьники вышли на беговую дорожку. В рамках городской спартакиады они выявили самую быструю команду. Настоящий легкоатлетический бум в эти дни можно наблюдать на центральном стадионе. Более 300 участников представляют 30 школьных команд. В каждой обязательно есть лидеры. Это спортсмены, которые уже занимаются в секции. Но удивили и новички. «Очень приятно удивлены. Показали свои результаты спортсмены, которых мы даже не знали. Но приглашаем их теперь в секции по легкой атлетике. Безусловно, это очень хорошая традиция. После данных соревнований, именно когда со всех школ привели лучших с каждой школы, мы можем посмотреть и пригласить в секцию, потом перспективных». Участвуют все городские школы. В первой лиге бегут и прыгают представители 19 сборных. Во второй среди малокомплектных учебных заведений 11 команд. «Это самый массовый и ожидаемый старт среди учащихся. Ждут его школьники. И все преподаватели ожидают невероятно интересную борьбу. Борьба получилась, а вот до рекордов легкоатлеты не добежали. Коррективы внесла погода, переменный ветер и не совсем комфортная температура. И тем не менее сегодня все самое интересное – эстафеты». «С четырех девочек, которые все занимаются спортом. Так что я думаю, что-нибудь, может, и возьмем. И побороться я бы хотела с 16-й школой, потому что там все мои подружки, которые также занимаются. Это было бы интересно посмотреть, кто кого сделает». Шесть беговых дисциплин и прыжок в длину в программе турнира по легкой атлетике после первого дня в лидерах сборной 8-го лицея, 5-й, 43-й и школы имени Шокина. О спорте к этому часу все, но мы еще не прощаемся. Смотрим специальный информационный блог. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова